Бинго-бонго! 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 рассматривали, как обычно, подготовки к сезону, то, к чему мы привыкли. Но лучше он, почему? Потому что многие команды подравнялись. И вот этот уровень команды практически одинаковых. Да, там одна Астана только пока по результатам. Немножко выпадает из общей картины, а так то, что... Оцени, мы поговорим, Паш. Ты оцени, мы как транснациональный холдинг «Голова в лёд», мы себе можем позволить новую студию. Всё-таки мы не какое-нибудь там палестинское телевидение, мы серьёзный транснациональный проект, я хочу подчеркнуть. Студия и вот свежие пластиковые фрукты с базара. Можешь брать, угощаться тоже. Всё это тут для тебя, для наших гостей. Паш, но не кружилась ли у тебя голова вот трансляции из вертолёта и где были комментаторы? Где был ты? Ты знаешь всё о Казахстанском хоккее. Почему тебя не пригласили? Я не знаю. Инабаева Сергея. Почему федерация в молчании проводит главный турнир лета, один из главных в году? Ну, я думаю, что все, кто следит за чемпионатом Казахстана, действительно, кубок ждали. Потому что все соскучились уже по хоккею. Ну, предложений ни я, ни Сергей не получали, не было никаких разговоров. Ну, оказательно, хоккея без комментатора, я думаю, что, ну, честно, ребят, каменный век. Каменный век, мы остановились где-то там, потому что, ну, посмотрите трансляцию ВХЛБ, то есть третий по силе Лиги России. Такая есть, как раз. Да, матч Челны-Чебоксары, посмотрите, там есть комментатор. То есть они везде. Ростов-Мордовия, там тоже есть комментатор, ну и так далее. Ну, к сожалению, мы пока еще стоим в этом плане на месте, то есть в плане медиа. Я работая с Биборисом, комментировал игры, вообще, я кайфовал от того, что я делал. Мне это было интересно, и люди писали, что им нравилось. По-моему, это очень круто, когда в паре вот с Сережей и Набайом мы работали в Тиммертауне, это вообще космос, и круто все было. Я согласен, одна из лучших пар вообще комментаторов в казахстанском хоккее, если не лучшая. И я хочу, знаешь, что сказать, мне вообще странно и поражает иногда, что наша федерация хоккея, там, конечно, классные ребята работают, большие молодцы, много делают для популяризации самого чемпионата, но даже, знаешь, самый такой зачуханный ролик на 30 секунд нету перед, как бы, превью к турниру, да, с лучшей забитой шайбы, эмоции какие-то, да, вот с самого-самого дешевого оператора, с самого уличного монтажера, я не знаю, и вот сделать такой ролик превью, этого всего нет. Хотя, казалось бы, турнир, статус очень серьезный. Действительно, статус-то серьезный, команды должны, да, ну, клубные прислужбы, может быть, какие-то вещи эти и делали, это было, да, но что касается непосредственно там самого такого официального, да, вот как, например, в том же КХЛ, да, то есть представители лиги делают такие ролики. У нас нет, и для меня также это большая загадка, почему-то, потому что, ну, и в прошлом году я смотрел ваш выпуск, где вы спрашивали, знаете, что проходит Кубок Казахстана? Нет, потому что нет никакой рекламы, люди в неведении, мы хотим посещаемость, мы хотим там, да, чтобы народ ходил, а как он будет ходить, если мы не делаем ничего в плане пиара, продвижения и так далее. Я хотел сделать точно такой же сюжет мини в этом году, знают ли люди, что завершился Кубок Казахстана по хоккею, если бы из десяти хоть один бы сказал, что да, и назвал победителя, либо какой-то результат, то мы бы что-нибудь прикольное сделали, но мы это не сделали, поскольку, наверное, из этих десяти никто не знал, что проводился чемпионат, хотя сдвиги есть, и спасибо большое за те трансляции, которые были, интервью, обзоры, а то получалось, как в новом фильме с Хоакином Фениксом. Пашин, для начала, как тебе игра Астаны? Давай с Астаны начнем. Удивило тебя что-то? И вот специально для тебя мы записали все удачные атаки клуба Астана, и все голы вот на эту дискету потом посмотришь, заберешь. Посмотрю обязательно, но думаю, что если нарезку делали, то вы должны понять, что ничего по большому счету не изменилось. Но есть селекция, есть селекция в том плане, что опытные ребята играют в Астане теперь уже, и помимо тех молодых местных пацанов, есть еще и Максим Шерифянов, есть Нурлан Кабиев, ну, то есть люди уже поигравшие по большому счету в хороших командах. И я от Астаны ждал чего-то интересного. Я действительно ждал, что они в атаке себя лучше проявляют, да? Ну вот, ну и сейчас они вот скандального вратаря подписали, у них вот, вот Фукса я почему-то не заметил. Вот, кстати, драку тобой Дамир Кириспайл и Артемке Фукса ждал, или ты сразу понял, что сольются пацаны? Нет, нет, нет. Я ничего не ждал, вот, был уверен в том, что драки не состоятся. Во-первых, это не нужно было самому Дамиру в первую очередь, а Артемка, может, и готов был, но он не дождался. А чем скандален вратарь Астаны? Ну, он подозревался в договорных играх в матче сборного Каина. Наш человек. Клуб Алтай Торпеда невероятно крут, и благодаря моему инсайдеру из этой команды у нас есть уникальное видео из-за раздевалки чемпионов. Смотрим. Все красавцы, все пахали, работали, одна цей была на всех, и все ее достигли. Красавцы. Малышек! Пейдовна, пейдовна. А вот Макс и штрафик. Пацаны! Это только начало. Этот кубок это только начало. У нас сейчас весь сезон впереди. Так что вот мы доказали, что все можем. Бьемся друг за другом. Где парень? Ладно. Давай, ребят, в том же духе. Передохнули, сезон все. Один день, передохнули отсюда. Дайте, пожалуйста, еще два слова буквально. Приятно находиться на этом коллективе. Надеюсь, вы меня тоже, парни. Гена, скажи, Гена. Всеми гадусь, приятно всеми играть. Давай, пацаны! Давай, пацаны! Давай, пацаны! Давай, пацаны! Мужики, планку засадили! Давайте еще в конце пойдем! Это хоккей в стиле хэви-мэта. Они мне напомнили Ливерпуль футбольный. Потому что, во-первых, такая яркая игра. Именно в атаке. Они могли накосящить в обороне, но потом они исправили все в атаке. Только что мы посмотрели ролик. И ты обрати внимание, в какой прекрасной физической форме находятся все ребята. Вот Нурсултан Бельгибаев просто, я не знаю, он так подсушился. Невероятно набрал физику. Ты видел их тренировки? Они бегали, пробили, дрались. Но знаменитые Сибины дали свой результат. Ну, один рекорд уже побил Алтай Торпедо. Помимо самого турнира по количеству мата в этом ролике. Я думаю, они ушли далеко вперед всех. Продолжаем тему. Иртыш, ну, с одной стороны смотри, с одной стороны Иртыш молодцы, красавцы прыгнули в высшие головы, а с другой опять поражение, опять на, ну, можно сказать, в самой концовке матча. И вот этот досадный проигрыш Кулагеру мы, конечно, до сих пор все помним. Хотя команда все равно молодцы. Стоит признать, как тебе команда? В целом по Владару очень понравился Иртыш. И по игре, да, то есть я считаю, вообще Иртыш это же одна из тех команд, кто сразу сказал, мы ставим задачу быть в финале, там, выигрывать Кубок Казахстана и так далее. Поэтому то, что они выходили и рубились, это сто процентов. То есть заряжены были, мотивированы они были. Главное разочарование Кубка Казахстана 2018 для тебя кто? Бейбарыс. Мой родной любимый Бейбарыс. Я, честно говоря, вот с людьми разговаривал, ну, кто тоже хоккей смотрит, следит. Я говорил, ребята, запомните, Бейбарыс выиграет Кубок Казахстана. Не потому, что у меня какая-то отдельная симпатия к этой команде. Вот. Во-первых, Бейбарыс раннюю подготовку начал к сезону именно. Достойно играл, причем мы видели там с Динамо. Очень достойно, и соперники достойные были. Вот. Но, опять же, если вот по Кубку Казахстана брать, ну, Бейбарыс тоже ставил задачу. Потому что, ну, заметьте, да, команда в прошлом году в финале играла. И я до сих пор помню эту судейскую ошибку в овертайме, которая стоила тогда, я могу сейчас говорить, нам Кубка Казахстана. Ну, сейчас, да, вот. Кто судья был сразу, чтобы предать Остре? Ага, Дима, Дима Трофимов, привет большое. Ты знаешь много очень всего интересного. Спасибо тебе большое. Я думаю, что, кстати, Паш, не забывай, все удачные моменты клуба Астана уместились на эту дискету. Заберешь после эфира, посмотришь. И если вам, дорогой зритель, если тебе понравился сегодняшний наш формат с приглашением нашего эксперта, мы будем это практиковать намного чаще. Если вам понравилось, просто напишите комментарий, убейте пару секунд обязательно. Сейчас после нас суперинтересное интервью с рулевым Иртыша Игорем Ялучуком. Он расскажет очень много интересного, очень много инсайда. Так что смотрите обязательно. Мы сделали смету молодежной хоккейной лиги и представили руководство области. И получается так, что те деньги, которые федерация как бы планировала на участие, этих денег не хватает в участии молодежной хоккейной лиги. То есть расходов на порядок больше даже не один, два, три раза, четыре, пять. Раньше у нас была наша группа, вот где у нас было пять команд. А сейчас они объединили все группы. Там у них получается Урал, Восток, Запад. И они объединили, у них получилось там 18-19 команд. То есть участие в том чемпионате просто по финансовой стороне. Ну это очень дорого. Это выезд в Москву, в Санкт-Петербург, и опять же Урал, Дальний Восток. Ну она получается чуть ли не дороже, чем участие хоккейной главной команды, первой команды в чемпионате Казахстана. Дорого. Вот просто вот эти поездки очень дорогие. Хорошо, Игорь Евгеньевич, вот сейчас многие болельщики тогда зададутся очевидным вопросом. Почему тогда нельзя было сделать вот название муныши, просто зачеркиваем, пишем «Ертыс Павлодар». И эту команду заявляем в чемпионат молодежным составом. И не важно там какое место занимаем, зато все довольны, рады наших Павлодар сыграть. Мы имеем в виду по МХЛ? Нет, нет, прямо во взрослых чемпионат. С ветеранами там оставляем кого-то там из игроков более опытных, но молодежь прям кидаем в чемпионат. Мне помню. Участие в чемпионате Казахстана. Да. Главной команды. Да, да, да. Ну, у нас же есть бюджет для главной команды. Сейчас у нас уехал Атаханов на просмотр в Америку. Там какая-то студенческая молодежная тоже лига. Вот. Если останется там, если нет, то он возвращается в состав команды. Жоробейк у нас был арендованный. Вот. Ваймер у нас ушел, потому что он 98-й год, он уже немножко вырос. Как бы он должен игроком быть составом. Вы знаете, позапрошлом году он у нас в команде был. В прошлом году он был в команде. Немножко этот. Мы опустили его дубль. Он изъявил желание, как бы, ну, играть за свой родной город, как бы, в составе. Потому что там проходит как молодой игрок. Без игроков хорошего уровня. Нам же надо участвовать в чемпионатике Астана. Мы же не можем одной молодежи. Мы для этого и делаем молодежную хоккейную лигу. И сделали для того, чтобы молодежь привлекать главной команде. Я скажу, после выступления нашей молодежной команды Монайши по российском чемпионате, и вот если мы привлекли вот 99-й и 2000-й год ребят, 4-5 человек, главную команду, это, я скажу, большой успех. Невозможно всех привлечь. Это тогда надо выбирать. Или мы будем выбирать студенческая команда молодежи, или у нас еще будет главная команда. Вот с финансированием, какая сейчас ситуация? И насколько у нас, допустим, руководство области идет у нас. Насколько мы знаем, сейчас футбол у нас прям в почете, и все силы брошены на футбол. Что с хоккеем? Есть ли поддержка? Понимание вообще? Поддержка есть. Со стороны руководства области поддержка есть. Поддержка есть. Ну, просто у нас сложилась ситуация, что, вы знаете, сам рук казна отказалась от нас, спонсорной деятельности не только от нас, но это еще и другие спортивные клубы наши, это и баскетбол, и бокс, и так далее. Вот. Сейчас решается финансирование, я думаю, что, может быть, до конца этой недели, может быть, до конца месяца этот вопрос как бы на нас заверили, что у нас будет финансирование. То есть спонсора пока у команды нет? Спонсора нет, но я думаю, что оно будет. Не может быть такого, чтобы не было спонсора. А какие силы вы прилагаете, то есть где вы ищете, в какой сфере спонсора? Не, ну это не сами, вы же знаете, у нас хоккейный клуб, он все у нас, у нас идет финансированный бюджет, на ней как бы спонсор. Это прерогатива руководства области, как бы они находят спонсоров, мы заключаем потом договора и работаем. в этой области. А сами вы какие-то делаете, вы попытки, они, может, встречались с какими-то крупными компаниями? Ну, если честно сказать, встречались, многие как бы, у некоторых нет возможности, у некоторых, они как бы относятся, не все люди у нас, как мы говорим, спортивные, даже у нас велись переговоры с российской одной организацией, серьезной организацией, как бы, мы даже видели, где они участвовали спонсорами КХЛ, командец КХЛ, как бы, мы обратились тоже туда. Ну, с письмом нам просто сказали, пока не получается, потому что по причинам то, что, ну, Казахстан другая сторона, хоть мы с Россией там в одном таможенном, но это немножко разные вещи, которые, как бы, они говорят, если бы играли бы в чемпионате высшей хоккейной лиги, мы там по высшей лиге играли бы, да, то еще, говорит, мы бы, как бы, рассматривали бы, как бы, может быть, и положительная сторона. Сейчас не хочу об этом говорить, потому что, ну, неудобно назвать даже ту фирму. Мы пытаемся, ну, знаете, иногда, сорвно, через высшестоящий орган, это всегда продуктивнее. Иногда с нами, ну, не на должном уровне разговаривать руководителей, которые бы хотели бы, вот, это, мы говорим, даже, ну, и банки то же самое. То есть, такой спонсор, что это, мы говорим, это не пять тысяч тенген, не десять тысяч тенген, это неплохие суммы, не сильно большие, но, как бы, и немалые суммы, которые, тут, нужны какие-то гарантии. У Орлана Цеснабанк был на голове, то есть, на бейсболках не просто так он там пойдет? Ну, я тоже думаю, что, ну, не, ну, как бы, понятно, да, есть у команды, у которых один, два, три, четыре спонсора, мы просто привыкли к одному спонсору, как бы, ну, нам выделяли, у нас, как бы, такой проблемы не было. Даже если судить по прошлому году, была задержка, ну, как бы, она реализовалась, как бы, в нормальном русле, а вот в этом году мы с 1 января еще ни одной копейки не получили. То есть, получается, вот если мы смотрим приобретение и как усиливается торпеда Алтай, мы видим, что бюджет у них заметно вырос, это даже не вооруженным глазом были. Смотрим приобретение Орлана, тоже понимаем, что бюджет на улице. Смотрим приобретение РТШ, и вот здесь непонятно, то ли у нас он уменьшился, то ли на том же уровне. Да, я это просто хочу сказать, действительно, оно так и есть. Я сейчас не могу озвучивать цифры, но я просто могу сказать реальные вещи, да, по тем даже самым игрокам, которые находились в команде у нас в прошлом году, это ребята ушли и в Орлан, и ушли в Торпедово-Скаменогорск. Орлан изначально, уже на протяжении нескольких лет, Орлан, Бей, Борис, это те две команды, которых бюджет был практически в два раза больше, чем у нас. Хочу сказать, что за последние 5-6 лет у нас бюджет не увеличился, не одну так. У нас как был бюджет 5-6 лет недавно, так он и остался до сих пор. И даже если нам эти деньги дадут, я вам скажу, мы будем даже и этому рады. Мы уже не говорим об увеличении, хотя я каждый год прошу увеличить на немножко. Но если у Ускаменногорска сейчас в полтора раза больше бюджета, чем у нас, нам тяжело удержать тех игроков, которые у нас были. Орлан тоже, Бей, Борис, они могут себе позволить игроков. Это не секретная информация, мы рассматривали приход Юлиуса после Нового года. Мы вели переговоры, объяснили ситуацию, с Ваком перегрели. Я как бы для того, чтобы как-то вылезти и готов поработать ну и вторым тренером вместе с Юлиусом, тем более как бы отношения остались человеческие, хорошие. Юлиус сказал нам подождать несколько дней, потому что он уже работал в румынском чемпионате, по-моему, да. И потом перезвонил, говорит, мне неудобно, потому что я дал, ну, добро президенту. Будут ли у нас легионеры? И в какое место, согласен вообще, на какое место мы будем? Ну, я вам сейчас просто скажу, что легионеров у нас не будет. То есть мы немножко за вот эти несколько лет, два-три года как бы, мы видим, что за наш бюджет хороших легионеров, ну, просто не получается. Мы перебираем, просто не получается. Вот. Мы сейчас казахстанскими хоккеистами и российскими хоккеистами. У нас даже нет хоккеистов на данный момент с Белоруссией. По задачам, задачи определены. Выиграть Кубок Казахстана и сыграть достойно в чемпионате Казахстана уже быть в призах. Одна из первых новостей, вот последние дни Роман Кривомазов ушел из клуба «Иртыш». Человек, который, по-моему, 8 или 9 лет отдал команде. Вот не сошелся он с главным тренером или что там? Нет, он отработал все 9 лет. Он еще, мы еще вспомним, что он еще участвовал до этого чемпионата, как мы говорим, нового чемпионата. Он был игроком команды, вратарем. Потом остался тренером по вратарям. Человек отработал 9 лет. И вот буквально на той неделе пришел Игорь Евгеньевич. Ситуация такая. Ну, то есть, как я могу тоже еще раз сказать, что, допустим, все увеличивается, все повышается и так далее, и так далее. А заработные платы остаются на одном месте. Он получил предложение хорошее поработать в российском клубе, чемпионате и так далее. Мы не стали препятствовать этому, потому что мы считаем, что человек и так хорошо отработал, нормально отработал. Как бы, и результаты мы видим, что наш, ну, можем сказать, что, да, он уже Каминогорский, но наш воспитанный, где он стал и чемпионом Казахстана, это Дима Мальгин. Мы можем сказать, что это его ученик, который ему дал, как бы, понятно, воспитали его другие люди, но вот здесь именно в команде дать вот эту мощь, энергию и дух, что он будет лучшим вратарем в Казахстане. Вот он сейчас играет в Борисе. У нас в Заравке сейчас 4 голкипера, и я почему на тренировке не увидев Георгия Гелашвили, он здесь, он в городе? Да, Георгий Гелашвили, нет, его не в городе, но он ехал сейчас на несколько дней, но он уже, уже сегодня эризатор приедет. Он у нас сейчас восстанавливает гражданство Казахстана. Вот он поехал там кое-какие документы взять, кое-что переоформить, как бы, и он сейчас, у нас будет полноправным, он был уже жителем Казахстана, у него было гражданство, потом он отказался, принял российское, сейчас от российского отказывается и будет принимать гражданство Казахстана. Это, наверное, самый высокооплачиваемый игрок в этом составе? Ну, мы сейчас, я вам просто хочу сказать, что это, ну, мы не имеем права, как бы, играть, ну, один, один из, как бы, ну, он более опытных. Скажу, я не скажу, что он супероплачиваемый игрок, да, но отнесся к этому, как бы, мы сказали, что мы не можем очень много денег платить, мы так говорим, как может быть, но он согласился, как бы, принял решение, приехал, посмотрел, все оценил, как бы, здраво, и с семьей они приняли решение, как бы, о принятии гражданства Казахстана. У Иртыша сейчас нет капитана, Денис Кемешов ушел в Орлан, вот ваша точка зрения, почему он сделал такой выбор, это карьерный рост, финансовая сторона или что-то не устраивало? Ну, по Денису, это, как бы, мы говорим, это тоже игрок, который отыграл не один десяток лет уже, мы будем больше десяти лет в этой команде, он с юношества пришел сюда, отыграл. Ну, есть в жизни такие моменты, это не только его пример, но и многих примеров, мы говорим, что люди, которые играли, ну, уже много лет в одной команде и потом уходят. Здесь немножко сыграло, я так понял, что, может быть, он хотел уже, не говорю, что он завершает карьеру, у него еще здоровье, у него еще годы не те, чтобы завершать, он еще будет играть и играть. Но хоккейный век короткий, финансированный, который хотел бы он иметь, мы ему, ну, как бы, не могли, как бы, мы сидели, разгарили, я могу еще добавить, там, где-то убрать, там, с этого добавить, ну, 10-15-20 процентов, это, может быть, его не устроило, как бы, я говорю, думайте, смотрите. Момент, о котором нельзя не сказать, вы сами заметили, очень упал интерес в хоккей в Павлодавской области, это прям, ну, колоссально упал, судя не только по пустым трибунах на матчах с Орланом, вообще такого никогда не было. Но, если 7-8 лет тому назад, 6 лет тому назад, действительно, у нас играли регионеры, были хорошие команды во всех клубах, если вспомнить, у нас действительно равные команды были, у нас за исключением Мускайногорода, потому что вторым составом играл, как бы они сейчас пересмотрели по-другому, а у нас 5-6 команд, у нас играли везде регионеры, и народ ходил на, ну, на них, у нас немножко было другого, я не хочу сказать, что у нас сейчас уровень упал хоккей, нет, играли другие игроки, и уровень того хоккея был на том уровне, который он был, то есть во всех командах играли регионеры, и они между собой, как бы, между собой они больше, как бы, ну, вот, и народ собирался. Сейчас уровень не упал, но игроки играют от такого уровня, понимаете, поэтому, может быть, трибуны ушли, я вам просто хочу сказать, что Бейбарыс был полный, сходи он сюда, сейчас заполняется наполовину, там, как читав, насколько бы там хоккей сильно не любили, у них там посещаемость упала на 20-30 процентов, края тоже свободные. Сейчас мы видим ситуацию, что и в футбольном чемпионате Казахстана очень упал интерес вообще к футболу, но смотрим, как работает Тертыш, постоянно они проводят какие-то там акции, да, приведи там друга, приведи брата, свата, младшего братишку, розыгрыши постоянно, пусть небольшие, но какие-то розыгрыши, там, допустим, какой-то свитер, футболка от клуба шарф, ну, такие минимальные, всегда у них есть фотоотчеты с трибуны, это тоже очень важный момент, да, когда люди сидят, смотрят и их фотографируют, то есть, что раньше у нас было, вот это все пропало, и что вообще Иртыш делает вот в медиа, потому что, ну, как бы, все новости мы узнаем, опять-таки, я вам в прошлом сезоне говорю, сейчас говорю, мы буквально отсудиться узнаем все новости, с шайбой КСЗ благодаря ей. Ну, благодаря ей, они, потому что даже мы информацию не выдаем, они выдают, и даже ту информацию, которую у нас нет, ее еще, понимаете, не надо ориентироваться на шайбу КСЗ, если и лучше пройти у меня узнать из первых уст, или пройти к прессе Терши узнать из первых уст, то есть, шайбы КСЗ, они тоже стопроцентной информацией не владеют, они и владеют сайтов, вот, если у нас сайт не работал, если мы сейчас его делаем, переделаем, это на это надо время, то мы и не могли работать, понимаете, на все нужное время, если, допустим, вы говорите, там, медиа и так далее, и так далее, то нельзя равняться только на одном, у них штаб просто-напросто в пять раз больше, чем здесь, просто штаб больше-то пять раз, раз больше. А футбольная Афташа? Да. Я вам просто говорю, есть клубы, которые, ну, на одном мере, только сейчас, по два-три человека, понимаете, то есть, у нас этой возможности нет, у нас, у нас нету ко мне, юриста нету в команде, у нас многих разностей нету, где мы занимаемся, я там за ним, менеджер тоже с пресс-этажа делать и ту, и ту работу. То, что, допустим, мы стараемся делать, мы делаем, но, допустим, повторять то же самое делать, как они, вот есть там финансированные для этого, поймите, здесь финансирования нету, мы не можем даже по спонсорам то-то-то сделать, понимаете, то, что нам нужно, нам не пропускают. Ну, есть моменты, конечно, мы в этом, в этом мы виноваты, но я вам просто скажу, в основном всегда идет вот финансирование. Вот, если у меня с Нового года нету ни копейки денег, а по бюджету мы не можем это пропустить, и здесь денег нету, я не могу ничего сделать, мы не можем ничего сделать, поймите, бесплатно нам, мы, я вам просто скажу, мы за газетой, мы там, там, мы во многих местах очень много денег должны. Это долги наши, которые мы должны по спонсорским деньгам, как бы, вот это, этого денег нет, мы никому не жалуемся, мы никому не говорим, мы просто ждем и с людьми общаемся. А большой долг это? Большой долг, я имею ввиду по таким, которые, ну, люди ждут. По игрокам, по закладам? По игрокам, по персоналу, по этих долгов нет у нас. Но вспомните, времена я просто всегда привожу в пример, тоже от заинтересованности, издаю себе, вспомните, вот с хорошим словом сейчас вспомню Людмила Гегера, да, она там, я не помню, не знаю, сколько у нее было, но она говорила, что там вроде 30 тысяч у нее была зарплата, она делала фотоотчеты, делала, ну, всевозможные моменты, вела группы во всех социальных сетях, ну, то есть, прям, жила в хоккеем. Вот таких фанатов к вам приходят вообще или нет? Таких фанатов, вот прям, которые горят? Давно ли вы вообще встречали вот фанатов, которые вот приходили к вам и говорили, Игорь Евгеньевич, возьмите меня на работу, буду работать бесплатно, делай так. Да, пару ребят приходило, как бы, по трансляции и так далее, я им сказал, давайте так, ребята, у нас осталось несколько тусов, получится, у нас не получится, как бы, начнется новый сезон, давайте будем приходить, как бы, еще несколько человек, как бы, звонило, я бы, давайте сейчас новый сезон будет начинаться, мы проведем тесты с вами, как бы, посмотрим, что вы предлагаете и выберем, как бы, лучших. Я бы хотел, опять же, Исаакенкова, Костю видеть, мы с ним разговаривали, разговаривали, я Борделеева хотел его видеть, как бы, как бы, я бы не против был бы и Миша Рахманова по отношению, как бы, у нас нормальное отношение, вот. Ну, там, чисто финансово, да? Да, чисто, я бы хотел бы, я бы, и в прошлом году разговаривал, я бы хотел бы Лакизу видеть, допустим, да, я хотел бы с намада несколько человек видеть бы, я бы хотел бы, чтобы и, допустим, тот же Дима Мальгин играл бы здесь, но это желание и хотение – это одно, а люди играют в других клубах. Вот таким получился 72-е, страшно вдуматься в выпуск проекта «Головой облёт», вот аккаунты, наши номера телефонов, если у вас есть интересные предложения по рекламе, по сотрудничеству, обязательно пишите, мы их рассмотрим, спишемся с вами, созвонимся. Не забывайте ставить лайки в нашей официальной группе ВКонтакте webcom.show.goal на YouTube-канале, мы вас очень любим, спасибо, что вы нас смотрите, и увидимся. «Головой облёт» «Головой облёт» «Головой облёт» «Головой облёт» «Головой облёт» Продолжение следует...